Добрый день, с вами Чалышев Сергей и сегодня мы будем говорить с вами о порно. Вернее о вреде порнографии и вреде порно, которое существует для людей. Есть ли она и на чем она основана. Итак, порно разрушает твою жизнь, снимает стремление, вкалывает тебе в кровь огромное количество дофамина. И все, что ты можешь, это только листать порно-ролики, смотреть на голых женщин, которых в каком количестве ты никогда не увидишь в реальной жизни. Но так ли это? Это говорит автор дофаминной теории Гэри. Но Гэри не сексолог, в отличие от меня. Гэри психофизиолог и он изучал только мозг. Долгое время в изучении порнографии все исследования были в две стороны. Одни исследования ровно говорили, что порнография не является вредной частью, а вторые ровно говорили, что порнография является вредной частью. И здесь кроется небольшой момент. Если вы будете изучать людей, которые пришли к сексологам или психиатрам с проблемами в расстройство, которое вызвало программу порнографии, то, конечно же, вы получите всегда один результат. Если вы будете снимать все те же самые показатели с обычного человека, который только встретил свою будущую жену, у него занимается семейной жизнью, ему порно нафиг не нужно, конечно же, там вы у него отклонений не найдете, сколько вы ему порнографии не показываете. Я в этом ролике буду показывать все моменты, которые действуют, и дам вам самостоятельно поделиться все-таки, хорошо это, плохо, избегать вам или не избегать. Потому что в моем понимании человек должен знать, чем что чревато, и тогда у него есть вопросы решать. А не просто на уровне телепроповедников кричать, все, все запрет, все запретим, все уберем, как бы все у вас лишим. Итак, про одну часть я уже сказал. Некий Гэри написал целую книжку, сделал кучку якобы исследований. Почему якобы половина из того, что он описывает в книжке, просто тупо не гуглится. И он предположил теорию, что когда человек просматривает порно, именно причем в видеоролике, он видит движущиеся голые тела, и его мозг его вознаграждает с помощью вплеска дофамина в кровь. Потому что как бы нам можно размножаться, и как бы мы будем смотреть на этот дофамин, будем его получать. Но здесь есть момент Гэри, следовало бы посетить дудистские пляжи, там тоже куча голых тел, все двигаются, но нет сексуального контекста, и такого эффекта не происходит. Скажем так, многие эксперименты, которые приведены в этой книге, часть из них не гуглится, а на часть есть опровержение, где получат совершенно просто противоположный другой результат. Вторая часть роликов выпускается врачами. Врачи, это, соответственно, психиатры и сексологи, которым приходят с этой проблемой, и они бьют на бат, говорят, что таких проблем много и так далее. Но есть опять же проблема. К ним приходят уже люди с проблемами от этого. Мы получаем эффект ошибки выжившего. В США во время Второй мировой войны бронировали самолеты, и когда они прилетали обратно на базу, они смотрели, где самолеты пробиты, и на самые опасные участки, где что-то может повредиться, туда накладывали больше брони. Когда война закончилась, обнаружилась такая проблема. Те же самые техники съездили в места, где были самолеты, которые упали, и оказалось, что бронировали они не то. В данном случае это была ошибка выжившего. Для того, чтобы изучить нормальную историю, им нужно было изучать те самолеты, которые не прилетели. У Гэри же книжка, вы можете, конечно, меня почитать, но я вам не советую, потому что 80% книжки выглядят как на бат телепроповедника протестантского, американского, стандартизированного. То есть много-много кликов, много-много высказываний, много-много предупреждений, что это все плохо, и если вы посмотрели один ролик, потом вы будете смотреть ролик с геями, потом будете смотреть ролик с бабушками, и закончите вы, конечно же, тяжелым героином, как, ну, все, кто пьет пиво, они всегда заканчивают на тяжелом героине, мы же все это прекрасно знаем. Но и так я сказал, когда вы приходите к врачу с подобной проблемой, его задача не избавить вас от порнографии. В общем-то, во всех таких роликах они всегда говорят, что их цель выявить проблему, которая вызвала такое отклонение, и заниматься этой проблемой. А порнография была просто как катализатор, который подействовал на неокрепшие больные мозги. И для того, чтобы нам лучше понять всю эту катавасию, я приведу вам два момента из сексологии. Один момент из научной статьи The Journal of Sex Research, американский журнал для сексологов. И второй момент, опять же, есть американские термины в американской же сексологии, это педаль газа и педаль тормоза. Вот эти две небольшие моменты нам помогут лучше определиться. Итак, для начала о вреде порно. Американские сексологи достаточно недавно произвели серию тестов и замеров. И задача была выявить, не просто вреден или не вредна порнография, а кому вредно, кому полезно, в каком случае это опасно, в каком случае не вызывает опасность. И они выявили четыре группы тех, кто смотрит порнографии. На самом деле это, конечно, смешивается. Сегодня можно смотреть порнографию с одной целью, завтра с другой и так далее. Но нас помынет именно четыре, какие из них, скажем так, вменяемые, а какие вот несут проблемы. Первое. Одна из диалогий – это снятие напряжения. То есть, да, вы просто открываете какой-то порно-ролик, занимаетесь анонизмом, чтобы снять напряжение. Это одна история. Она не отражается никак в жизни людей. В будущем у таких людей никаких, скажем так, проблем в голове обнаружено не было. Вторая категория. У этих людей еще меньше проблем. Это те, кто иногда смотрит порно для того, чтобы что-нибудь там подсмотреть. Скажем так, удовлетворить свое любопытство. Не путайте их, пожалуйста, с теми, кто смотрит порнографию в надежде чему-нибудь там научиться. Про это я тоже скажу, но научиться из порно, скорее всего, вы ничему не сможете. Итак, удовлетворение любопытства тоже однозначно никак не влияет на здравомыслие человека, который это смотрит. И третий момент, с которого уже начинается отрицательный момент. Это поиск волнительного возбуждения. Да-да-да, вы ищете фантазии, пытаетесь стимулировать ваш мозг разными историями, разными событиями, разными вариантами, которые происходят в порнографии. Вот эти сценарии, секс такой ситуации, секс такой ситуации, с бабушками, с дедушками, одетыми в костюмы супергероев, прочих кентаклей и так далее. И здесь мы имеем уже проблематику, потому что в таком случае вы формируете у себя некое наваждение навязчивой фантазии, которые вас торкают, которые вас стимулируют. И вы можете натолкнуться на такие фантазии, которые будут стимулировать вас больше, и вы уйдете с головой в просмотр именно таких роликов, такой целенаправленности. Ну, например, сейчас очень популярен какой-нибудь укол. Вот, реализовать его в жизни, это пиздец, скажем точно. Вот, какими-то семейная жизнь нормальная закончится, не обращайте внимания. Есть свингеры, но это совершенно другая история. Они долго прожили вместе. Вот, и уже, можно сказать, очень близкие друг к другу люди, но надоели в конец. И это одна история, а вот эти все странные взаимодействия с третьим лишним ни до чего хорошего не доведут. Особенно молодые пары. И когда человек смотрит такую фантазию, которую невозможно реализовать, либо когда он понимает, что реализация этой фантазии приведет к огромным проблемам в его же семье, он, по сути, занимается анонизмом на нереализуемую штуку. А все, что мы не можем реализовать в жизни, нас только уметает и создает у нас фрустрации. Это крах мечтаний и надежды. Помимо этого, когда вы закладываете подобные ролики, которые вы смотрите для вот этого поиска фантазии, вы немножечко прикупляете собственную фантазию. Все мы были детьми, все мы занимались анонизмом в детстве в кроватке, в ванной или в туалете. Журналов у нас не было, видеороликов не было. В мое время вообще посмотреть видео можно было только с видеомагнитофона, принести это в ванную сложно, а в комнату могут зайти родители. Да и не у всех они были. Нам приходилось использовать собственную фантазию. Причем, те же американские сексологи отмечают, что 80% людей во время секса о чем-либо фантазируют, чтобы увеличить свой уровень возбуждения. На эту тему спорили, но посчитали, что это, в общем-то, нормально и ничего плохого в жизни людей не делает. Ну и разумеется, это не является изменами, потому что это происходит только в нашей фантазии. Но, если вы используете ролик для стимуляции, как вам кажется, фантазии, то, увы, ваша собственная фантазия будет притупляться и этот инструмент будет от вас плавненько утекать. Именно поэтому, если такие люди приходят потом к сексологу, то обнаруживается очень внимательный момент, что эти люди не хотят заниматься сексом и даже избегают секса со своими вторыми половинками, потому что реализовать свои фантазии там они не могут, фантазировать они уже не могут и достичь нужного уровня возбуждения со своей партнершей или своим партнером они уже не могут. И, увы, получается проблема, к ней уже придется идти к ковраку. И последний, еще один вариант, зачем люди смотрят порно, это называется эмоциональное избегание. По сути, это от лени, глупости, тупости и так далее, человек вместо того, чтобы занять себя чем-нибудь, от скуки лезет смотреть порно и дрочить. Увы, также этот человек приобретет себе массу проблем, так как его такой просмотр может привести к тому, что он будет смотреть порно по 8-10 раз в день. Это, конечно же, достаточно сильно будет истощать. Но при этом, есть, кстати, нюанс, женщины могут не беспокоиться, если они занимаются анонизмом от скуки, даже с порно, в их ситуации ничего не происходит. Это, скорее, опасность для мужчин. С фантазиями опасно также и для женщин. Тоже они расстраиваются, потому что они не могут реализовать свои фантазии, не смогут их, это их тоже удручает, как и мужчин. И именно эмоциональное избегание как раз тоже провоцирует человека на избегание контакта с другими обычными людьми, то есть противоположного пола, ну, если бы там гей или лесбиянка, то вашего же пола. Потому что в данном случае, так как вы используете это для развлечения, увы, это замещает вам то удовольствие, которое вы получаете от общения с другими партнерами. Теперь, как я сказал, у нас есть вторая тема, которая поможет нам понять то, что связано с опасностью порнографии. Как я уже говорил, это теории газа и тормоза. Подобно об этом вы можете почитать у Эмили Нагоски. Сексуальный газ это стимулы, которые побуждают в нас сексуальное возбуждение. Это, соответственно, глаза, губы, как человек двигается, какие-то, как раз, опять же, фантазии, какие-то события, которые человек представляет себе как несущие для него сексуальный контекст и провоцирующие его на возбуждение. Педаль тормоза это же, конечно же, страхи. Например, боязнь за ППП, боязнь того, что фантазии не понравятся партнеру, боязнь того, что это ненормально, какие-то общие страхи и прочее. Люди с большим показателем газа, для которых очень много и сексуальных стимулов, очень возбудимы. Им сексом заниматься в радость и легко. У кого сексуальный газ слабенький, у них мало стимулов, им приходится как-то вот обходиться малым количеством, им особо много не нужно. Это то же самое про плаву институцию. Сексуальный же тормоз блокирует элементы к возбуждению и вот здесь мы как раз приходим к, опять же, вреду порнографии, как оно появляется, как вот это все влияет на вред порно. Какой бы у вас ни был газ, у вас есть тормоз, который, если вы зажали даже газ полностью и зажали тормоз, то есть боязнь чего-то, у вас ненавидирует все ваше возбуждение. И вы вообще находитесь, на самом деле, опять же, в фрустрации, потому что вы вроде как у вас был сексуальный стимул, ну блин, вы оттормозились, чего-то испугались, и вот вас так колбасит, думает, что все это неправильно, там нехорошо, тому подобное. И здесь к вам приходят на помощь, опять же, фантазии в стиле порно. Вы смотрите эти ролики и наносите себе натуральный вред, потому что в данном случае вы снимаете ногу тормозом, оставаясь одни в квартире, там скрывшись от вашего партнера или партнерши, и придаетесь своим фантазиям, которые не понравятся партнеру или партнерше, но, кстати, часто вы даже не знаете, понравятся они или нет, вы их просто стесняетесь. Достаточно много где описаны истории, когда мужчине нравилось, не знаю, одеваться в женщину, он даже не думал, что его жена может это принять, он всегда для этого стеснялся, всегда считал, что это плохо, поэтому спалил для этого проститута. После встречи с сексологом, сексолог это понимает, раскрывает, и мужчина признается в этом своей жене. Там вначале в шоке, она как бы, ей страшно подумать, что ее муж такое делает, но, однако, скоро она с этим сживается, и понимая, что на обратной стороне медали лежат проститутки, в общем-то, считает, ну, блин, какой мне ебанутый муж будет, ну, пусть он одевается в платье, блин, как бы. И потом понимает, что все-таки ничего ужасного, опасного в этом нету, и пара нормально продолжает жить. Но, правда, я знаю такие же истории, когда после этого пара нахрен остается, мужик находит себе девку, которая понимает, что он любит одеваться в чулки, и спокойно с ним занимается сексом, они живут прекрасно и счастливо. Такой вариант тоже есть. А теперь представим себе, соответственно, этого мужчину, который сидит дома, занимается она нервным спорно, и реально избегает свою жену. Почему? Потому что он стесняется своих фантазий, а здесь он может этого не стесняться. Это у него единственный вариант, чтобы у него не работал тормоз. При этом, если он уже пытался поговорить с женой на эту тему, ну, то же самое женщины, не знаю, некоторые женщины любят наручники, а мужчины, или хотят, чтобы просто там шлепали посильнее по жопе. При этом есть масса мужчин, которые считают, не, 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 это плохо, я так делать не буду. Вот, и неважно, это может быть все, что угодно. И вот когда такой партнер попытался поговорить со своим партнером, у них случилось недопонимание, и после этого всякие сексуальные темы начинаются избегания, они не могут на эту тему общаться, потому что каждый раз придет к недопониманию и предпочитает этого не делать. И вот здесь у вас начнет развиваться натуральный невроз, потому что вы будете сидеть смотреть порно, там все это доступно, муж, жена это видит и слышать про это не хотят, и постепенно вы попадете в самостимуляцию, которая будет вам полностью заменять секс, а секса вы будете избегать, потому что те вещи, которые вас стимулируют, в сексе невозможные, у вас во время секса нажимается тормоз сам по себе, и если это девчонка, она просто лежит под мужем и ждет, когда он закончит, ну, а если мужчина, у него еще и развивается такая мнимая импотенция. Помимо этого, конечно же, вы, смотря порно, набираете себе набор в голову любимых порно-актеров, которыми никогда не встретитесь, никогда их не увидите, какие-то сценарии, как я уже сказал, особенные, которые вам нравятся, вы смотрите какой-нибудь БДСМ, там, связанный с сексом, как бывший БДСМщик, скажу, что на самом деле одновременно и пороть, и пороться, ну, в смысле и тратсекс, и порка в одном флаконе не бывает, это невозможно. Вы не сможете либо пороть, нормально, либо вы не сможете двигаться во время секса. Поэтому очень часто, как я говорил, что порнография не является примером, откуда вы можете брать что-нибудь для секса. Да, вы можете подсмотреть сами идеи, но не более того. Чем еще, опять же, вредно пытаться перенять опыт с порнографией, не все, я таких знаю, но далеко не все женщины, а вернее почти все женщины никогда в жизни не захотят, чтобы их так вот взяли и резко вошли им в попу, без прелюдий, без всего, хотя в порно это нормально. Опять же, не каждая женщина любит, что ей пытаются насадить член прямо вот в горло. И не каждый мужчина захочет, блин, заниматься сексом с женщиной, которую он держит на руках, подняв ее там вверх, не знаю, перевернув там назад, там загнув ноги за себе, за уши. И, в общем, есть масса поз в порнографии, которые вообще не применимы в жизни, потому что мне есть ролик про порно, можете посмотреть там, но практически все позы в порнографии существуют для того, чтобы они показывались хорошо, видны были на камеру, и все это так. Огромные члены там для того, чтобы себя принять, девушка до этого долго не бесит, носят пробки всякие, и поэтому это тоже все неправда. Но опять же, теперь ненадолго вернемся к дофаминовой теории. В чем там есть косяк? На самом деле, когда мы занимаемся сексом, когда мы общаемся с человеком, нас по большей части волнует не дофамин, который у нас организм вознаграждает за что-то там содеянное и сделанное. На самом деле, во время отношений мы премся от окситоцина, а выделяется он только при контакте двух тел. Никакого контакта тел в взаимодействии с порнографией быть не может. Это на экранчике, там нет тела. Оно, собственно, есть, но оно по другую сторону, прикоснуться вы не можете. Поэтому порнография не способна заместить на самом деле нормальные всякие отношения. И человек, который даже очень долго смотрел порно, если он, конечно, не занимался при этом избеганием своей жены или мужа, вот это самая опасная вещь, и вот с этим только к врачу, ну, либо самостоятельно. Поэтому, в принципе, самое лучшее лекарство от порнографии, это взаимоотношения и секс с девушками и мужчинами. Но здесь есть, опять же, такой момент. На самом деле, часть из вас, дорогие мои зрители, секс представляют себе не так, как он должен быть. Секс это не только фрикции. Секс это достаточно большое взаимодействие между двумя телами, именуемое простонаречие, как прелюдия. Но это не просто тупо гладить в одном месте. Это большой, длинный, разнообразный процесс. Можете посмотреть, у меня 40 ног до неба. Там есть подробный вариант для таких же тупых, как я. Да, мне тоже было сложно понять, что делать. 40 минут, например. Там я показываю, что делать 40 минут. Все это разнообразно, все это хорошо, и вы вполне себе перенимаете. Также мало кто из людей затачивает себя, чтобы тактильно было прикольно прикасаться к другому партнеру и партнерше. И чтобы ваши прикосновения были прикольные. Если вы на все это заложитесь, на прелюдию, на тактильность и тому подобное, то вам, скорее всего, проблемы с порнографией ни к чему не грозят. Вы вообще будете при просмотре не понимать, что там, почему они через минуту уже сексом пошли заниматься, а где, а где все остальное, где главное, где прелюдия. Да и, собственно, если вы пересмотрите порно и найдете партнершу, и даже у вас будет при этом мнимая импотенция, вам любой сексолог пропишет как раз идеологию, вам запретят заниматься сексом какое-то время, запретят кончать и вы должны будете много-много и долго друг друга трогать, чтобы снять свой фокус с этих вот фрикционных вещей, так как у нас есть достаточно хреновая болезненная болезнь в голове, что секс – это фрикция и поэтому мы не уделяем должного внимания всему остальному телу. Это 90% населения, кто бы там сейчас что-то не сказал. Но, тем не менее, практически от всех бед банальное взаимодействие. Вам не все может нравиться, что нравится вашему партнеру или партнерше. Не совсем вы можете быть согласны, но вы должны все это обсуждать и вы должны друг друга достаточно много трогать. Тогда вам будет не страшны всякие вот эти вот подводные камни от порнографии. Поэтому я и говорил, что видео будет не в стиле телепроповедника вот этого вот товарища, который написал книжку и изложил там теории, но, как я сказал, там большая часть книжки это логунги, что все плохо, отвратительно, и как замечательно изменится ваша жизнь, если вы не будете заниматься порнографией, вы найдете лучший работу, вы станете жить в лучшей квартире. Вы там, ну вот все то же самое, что говорят там брось пить, курить, там наркотики и вот порнография. Лозунги абсолютно одинаковые, потому что они просто под копирку брались с тех самых дофаминовых теорий, с которыми сталкиваются алкоголики и наркоманы. Но поверьте, порнозависимость это то же самое, что алкоголики и наркоманы, вот там у людей действительно проблемы, а это все херня. Она решается очень легко и просто. В принципе, сексолог вам пропишет достаточно большое тактильное взаимодействие внутри пары, которое излечит вас от многих-многих проблем. Поэтому сама по себе порнография не вредна. Я описал, в каких случаях это может нести в себе и таить в себе опасности, а дальше уже вам решать. Надеюсь, моя лекция была вам полезна. Всего вам хорошего и до встречи в следующих видео. С вами был Чалышев Сергей и магазин www.magictrealman.me